56 счетных участков в единый день предварительного голосования Единой России откроется по всей Нижегородской области. 15 из них будут работать в самом Нижнем Новгороде. Одним из первых проверили участок на базе школы 77 в Сормовском районе. Уже сейчас здесь готово все, чтобы в воскресенье принять избирателей. Сегодня мы проверили участок в школе номер 77, посмотрели, участок полностью готов, переговорили с председателем счетной комиссии, с членами счетной комиссии. Все понимают, что нужно делать 26 числа. А также у нас будет в региональном исполкоме работать ситуационный центр, в который любой желающий может позвонить, во-первых, получить информацию непосредственно о своем счетном участке, на котором он должен проголосовать. Также мы будем собирать нарушения, которые могут происходить на счетном участке и будем получать информацию о явке избирателей на счетном участке. До 26 мая будут проверены все счетные участки. Главная задача – обеспечить порядок в день голосования и сделать избирательный процесс максимально организованным и прозрачным. Процедура самого предварительного голосования такова. Наши избиратели, которые зарегистрированы на нашем участке, приходят по предъявлению паспорта, получают бюллетени со списком кандидатов и отдают свой голос за того кандидата, которого они, в общем-то, считают достойным. Мы будем ждать всех избирателей, всех сормовичей на нашем участке с 8 утра до 20.00. В единый день предварительного голосования избирательные участки будут работать на территории всех округов, где проходят до выборы. Я знаю, что в воскресенье состоятся выборы членов партии «Единая Россия». И, конечно же, я обязательно приду. Я понимаю важность и ответственность этого решения. От выбора депутата зависит состояние нашей жизни. Принять участие в голосовании может любой прописанный на территории избирательных округов гражданин, достигший 18 лет. Секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» Денис Москвин подчеркнул, что для партии важен каждый голос нижегородцев. Наши земляки изберут тех кандидатов, которые затем поддержат партию. Мы уже на протяжении 10 лет делегируем это право своим избирателям, нижегородцам. Для «Единой России» партия единственная, которая определяет своих кандидатов с помощью рейтингового голосования, а не в кабинетах. Валерия Стародумова, Вячеслав Орлов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова